What's up, guys? I know, I know, English is hard, but it can be understood through tough, thorough thought, though. We're just normal people. They wanted to say, that for an illegal parking will be a tax. It will be fine. It will be fine. It's fine. Today we'll discuss three cases of such words, which are easy to put together, and we'll find out how to use them correctly. I'm American, Danny, and the online school of English, Skyeng. Start! И первую группу слов вы уже слышали и видели в начале видео. Но мы сейчас начнем по порядку. Первое слово thought. Мысль. Это слово произносится через длинный звук А, а на конце Т. В большинстве слов, где G-H-T, это произносится просто как Т. Есть, конечно, исключение laughter, которое через F, да? Но в основном это просто Т. Вы обратили внимание на предлог? Это thoughts on something, а не about. Ну и, конечно, это одновременно и вторая, и третья форма глагола to think. У нас think, thought, thought. Дальше слово through. Through произносится через длинный звук У. And please don't forget about th. Иначе это получается что-то не очень приличное. Это типа through. Вы знаете, что это слово through, это через. Но чтобы рассказать о всех случаях, в которых мы его используем, нужно целое видео. И у меня на это вообще нет времени сегодня, поэтому я вам расскажу один кейс, в котором мы его используем. Мы в Америке можем использовать through с днями недели в значении until and including. Я сейчас вам объясню в примере. Their employees work Monday through Friday. They take the weekends off. At the TED talk о киберпреступниках, и спикер там говорит, что они на самом деле такие обычные люди, как мы. Они работают Monday through Friday. То есть с понедельника по пятницу. Their employees work Monday through Friday. Thorough. Тщательный, доскональный. If you are thorough, you are very careful with great attention to detail. Кстати, тут в произношении есть два варианта. Америкашки говорят thorough, а бриташки thorough. Правильное американское произношение я могу вам дать. Но чтобы услышать proper British accent, ask Sherlock's brother. И так, и так правильно произносить, поэтому выбирайте, какой вариант вам больше нравится, какой красивый. Though. Обратите внимание на первый звук. Он звонкий. Though и еще такой вариант although обозначают несмотря на, хоть, хотя. He's my close friend. Though he often annoys me. Хоть он меня и раздражает, он мой близкий друг. У вас есть такие, друзья? У меня много. Вы должны выйти. И я имею в виду сейчас. Потому что, даже если это происходит здесь в Калифорнии, ты это чувствуешь на острове. Если вам уже мучил долго этот вопрос, в чем разница though и although? Да успокойтесь. Вообще разницы нет. Though просто часто употребляется именно в разговорной речи. И у слова though есть еще одно значение, у которого although нет. Что-то вроде русского, но все же. В таком случае мы обычно его ставим на конце предложения. Допустим, мы с вами смотрели очень длинный, но интересный фильм. И я говорю Вы в ответ говорите Interesting though. То есть длинный, но все же интересный. Глагол to raise это в буквальном смысле понимать. То есть если ты в школе You raise your hand если ты хочешь идти к доске. Еще есть такой вариант повышать. Допустим Повышаем цены и зарплаты. You can also raise the roof. Это типа это. А еще мы можем То есть воспитывать, растить детей и, ну, и маленьких динозавров. Есть еще один глагол, который абсолютно так же звучит, но пишется по-другому. То есть сравнять с землей, разрушить до основания. На самом деле вот этот глагол не очень часто употребляется и я уверен, что просто в обычном разговоре с друзьями этот глагол вам не пригодится. Но если вы хотите, допустим, смотреть Мир Дикого Запада в оригинале, то это слово вам придется запомнить. Есть еще один глагол to rise. Как видите, произносится чуть по-другому. То есть тут у нас i вместо a, и поэтому люди очень часто путают его со словом raise, потому что они оба означают подниматься, повышаться. Отличие в том, что со словом raise что-то поднимает или повышает что-то. Магазин повышает свои цены. The store raises its prices. А rise это когда что-то поднимается, повышается. То есть посильный залог. The sun is rising, prices are rising. Уловили разницу? Обязательно пройдите тест, не тест, чтобы понять, запомнили ли вы разницу между всеми этими словами. И последнее слово из этой компании race. И уже по-другому звучит, потому что s на конце. Race. И мы знаем это слово как существительное. Раса или гонка? Гонка. Гонка. Таня вам уже рассказывала про глагол to race, и вы уже увидели разбор этой песни Шона Мендеса. Поэтому давайте проверим, сколько вы запомнили. Напишите в комментариях, в каком именно значении используется глагол to race в песне nervous. А еще я вам научу одной идиоме. A race against time. It's when you have to do something very quickly before it's too late. Это типа вы должны что-то успеть сделать пока не поздно, как бы на перегонки со временем. Например, актуально для студентов, которые сейчас пишут курсовые и любят прокрастинировать. Hmm? Submitting the paper on time is now a race against time. Успеть пока не поздно. Мы вместе с мобильным приложением слово за слово создали уникальный ивент про английский язык. Играйте в слова, получайте бонусы и боритесь за главный приз. Курс английского языка в Skyeng. Побеждает тот, кто пройдет все четыре этапа и затратит на это меньше времени. Устанавливайте приложение по ссылке в описании и запускайте там ивент. Как это будет по-английски? Игра продлится до 26 августа. Good luck, guys! Слово peace произносится через длинный звук и и в конце вы узнаете, почему произносится именно с длинным звуком. Это значит кусочек чего-то. неисчисляемыми существителями. Допустим, advice, information. Потому что ты не можешь сказать one advice, но a piece of advice можно. Второй piece пишется по-другому, но звучит абсолютно одинаково, через длинный и. Вспоминайте эти хиппи, да? peace, love, and happiness. Мир во всем мире. И вот тут на стене у нас a piece of peace. Есть небольшой лайфхак, лайфхак, это лайфхак, 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 лайфхак. для тех, которые легко запоминают слова и связывают их с образами. Вспоминайте картину голубя Мир Пикассо с надписью piece. И получается как два крыла голубя и вот так можно запоминать это слово. Еще одно слово с длинным звуком peas. Мне стыдно. Горошек, горошек. Горошек, а? Еще одно слово с длинным звуком i peas. горошек. Ну, просто зеленый горошек. И наконец-то мы добрались до последнего слова и теперь вы поймете почему обязательно произносить и писать piece, piece и peas через длинный звук i. Слово to piss. Что это значит? Ну, ребята, это значит ну, это значит to go to the toilet to take a piss. Помните это очень старое видео about an Italian man who went to Malta. МИ БУТСЯ ЭТИМ ИТАЛЯНСЯ. I tell a waitress I want two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two piece. She say go to the toilet. Okay, guys, let's go through the correct pronunciation once again. Пишите в комментариях, в произношении или в назначении каких слов путаетесь вы. И посмотрите видео Тани, где она помогает работать над своим акцентом в английском. Мы оставим ссылку в описании. Окей, guys, с вами сегодня был Америкашка Деньи, have a good one.